Привет парни, привет девчата, с вами вновь Виталий. Сегодняшняя тема, как заявлено в названии, о том, как переселиться на плоскую землю. То есть предыдущий видеоролик показался вам интересен, и мне эта тема также интересна. Мне бы хотелось эту концепцию о плоской земле развить и найти здесь рациональное зерно. То есть сегодня мы будем говорить о том, как переселиться на плоскую землю. Итак, поехали. Значит, тема интересная о плоской земле, безусловно. Мы все знаем, что в нашем сознании, в моем сознании, забита программа. Программа, которая говорит, что вы, я, живем на глобусе, на шарообразной земле. Эта шарообразная земля, как известно, изображается схематически, очень просто, да? То есть шарообразная земля примерно вот такая, да? У нее и приимеется определенный набор качеств, которые мы интерпретируем в своем сознании. И эти качества влияют непосредственно на нашу жизнь. Какие это качества? Надо об них обязательно сказать, потому что нам важно, от чего оттолкнуться. От чего оттолкнуться, как говорится, преодолеть эту гравитацию и оказаться на плоской земле. От чего отказаться, как пересмотреть свое мировоззрение и свои убеждения, и для того, чтобы нам переселиться на плоскую землю. И добиться на плоской земле успеха, протестания и богатства. Итак, плоская земля изображается каким образом? Схематично вот так изображается плоская земля. Это очень хорошее, интересное изображение, но походит на черепаху, да? Как ни странно. Если хотите, можете дать ему имя. Какое имя этому человечку-герою, который будет переселяться у нас с круглого глобуса в пространство плоской земли. Итак, здесь что нам предлагает шарообразная земля? Что предлагает? Что здесь мы видим? Первое, что здесь мы видим, важная концепция шарообразной земли. Здесь мы видим пространство. И у этого пространства имеется характеристика, которая определяет наше бытие, как говорится. Это пространство бесконечно. Вот такой знак бесконечности мы рисуем. И все, кто живет на шарообразной земле, на глобусе, подтвердят этот тезис о том, что пространство бесконечно. То есть, есть космос, есть некая Вселенная, и там бесконечное пространство. Так вот, вот эта категория пространства, она переходит в очень интересную вещь. Итак, смотрим, во что она переходит. Итак, у меня в сознании бесконечное пространство. Что это означает для меня? Для меня это означает, что мое сознание не имеет границ в связи с тем, что пространство бесконечно. И никаких границ нет. Ну, обозначим это вот так примерно. Условные границы какие-то имеются у сознания. Условные. В связи с этим состоянием, а мы с ним соглашаемся, безусловно, наше сознание открыто новым знанием, новому пространству, новому какому-то, всему новому, что-то там из космоса, что-то должно к нам прийти с этого пространства. И вы, и мы, и я в том числе, остаемся в таком состоянии, как бы, не совсем определенном. Это неопределенное состояние мы назовем безопасность. Так, безопасность. То есть, безопасность, оказывается, кровоугольный камень вот этого состояния шарообразной земли. То есть, первый камень мы заложили и сказали, что пространство бесконечно, бесконечно куда-то и так далее, и так далее. И с этим наше сознание не имеет границ, мы ничем не ограничены. И поэтому мы приходим к выводу, что у нас есть проблема с безопасностью. И эти факты такие подтверждают о том, что мы постоянно находимся под какой-то угрозой. Это метеориты какие-то летают, там падают и так далее. Мегастероиды, которые нам угрожают из космоса, из пространства, из этого бесконечности, да, и так далее. И кроме того, целая огромная индустрия Голливуда, которая нам запихивает в голову эти образы апокалипсиса, там завтра что-то упадет, свалится, все разрушится, все снесет и так далее. То есть это огромная, огромная индустрия, которая внушает нам постоянно индустрии беспокойства, отсутствия безопасности. В связи с чем? Что я должен делать? Если мне постоянно об этом говорят, что у тебя какая-то угроза присутствует из пространства, из этого бесконечного. И в связи с этим я начинаю заботиться о безопасности. То есть я трачу свою жизнь на что? На обеспечение безопасности. То есть я работаю, и фактически моя жизнь, моя жизнь, моя работа идет, тратится на то, чтобы заработать деньги и кому-то их отдать для того, чтобы обеспечить мне безопасность. А эта безопасность основана на виртуальном внушении мне, что Земля шарообразная и пространство бесконечное. На моем опыте, на моем и моем ближайшем окружении никто в космос не летал. Никто не подтвердит мне лично, что там на самом деле имеется бесконечное пространство, оттуда летят метеориты, астероиды и так далее. И далее, эта же концепция, если мы не боимся астероидов и метеоритов, они редко падают, падают в какие-то там ненаселенные области, в тайгу там падают и так далее. Нам что делается дальше для взбодрения? А взбодрение, скажем так, существует такая ядерная угроза, да, а вдруг завтра война и все мы друг друга тут поубиваем. То есть мы находимся в открытом сознании в таком и в состоянии безопасности постоянно мы себе задаем этот вопрос. На это дело мы тратим огромные деньги, огромный бюджет государственный, мало того, бюджет семейный, личный бюджет на то, чтобы построить свой дом, построить забор, понимаете, большие двери, большие замки и так далее. И так далее, то есть полицейский режим охраняет меня и так далее. Заботится о моем здоровье, то есть всячески огромная индустрия существует на шарообразной земле, которая заботится о моей безопасности, которая основана на том, что пространство бесконечно. И из этого мы делаем простой вывод, что меня эксплуатирует, мое сознание эксплуатируется отсутствием ограничений в пространстве. Такое ограничение мы создаем себе сами, создаем какие-то сообщества, такие, как их называют, муниципальные там сообщества, там поселения какие-то, социальные сообщества и так далее, которых мы чувствуем себя более защищенно, каким-то законами, какими-то правилами, нормами и так далее. И таким образом у нас появляется такая проблема, проблема самореализации, саморазвития, самопознания и так далее. То есть вы не можете здесь развиваться без разрешения сторонних-сторонних людей, которые беспокоятся о своей безопасности, беспокоятся о том, что вы нарушите их равновесие, их непокое, их небезопасность. И в связи с этим у нас появляется такое чувство, у нас появляется такое чувство, которое мы называем страх. Страх. Здесь управляет страх. На шарообразной земле управление людьми, управление моим сознанием осуществляет страх. Это факт. Это безусловно факт. Мы постоянно чего-то боимся. Постоянно нас пугают новостями, событиями. То есть я еду по дороге в соседний город и наблюдаю страшную аварию, столкнулись два лобовые столкновения автомобилей. И все. Результат два погибших человека. Это страшное событие, безусловно. И так далее, и так далее. То есть мы видим, что постоянно в состоянии беспокоиться и страха у тебя должен присутствовать, ты должен заботиться о своей безопасности, соблюдать определенные законы и определенные правила. Но тем не менее люди их нарушают и получаются такие несчастные случаи. То есть на шарообразной земле очень беспокойно жить. Даже страшновато жить. И это факт, от которого никуда не уйдешь. Здесь имеется еще большой фактор один, который мы не можем, а в нем не сказать. Фактор времени. Вот так вот обозначим цифру 1.1. Фактор времени говорит о чем? О том, что на шарообразной глобусе отсутствует времени. Время недостаточно. Время ограничено. Время ограничено определенными рамками. Более того, мы боремся за это время. Мы пытаемся догнать это время. Мы пытаемся свою жизнь как-то продлить и так далее. То есть плата за бесконечное пространство ограниченное время. И это мы прекрасно все знаем, что людям не хватает времени, чтобы просто жить своей жизнью. Итак, теперь мы оторвемся с нашего глобуса и попытаемся переселиться на плоскую землю. Что мы там наблюдаем на плоской земле? На плоской земле у нас явное наблюдение какое, что ограничено пространство. То есть пространство на плоской земле ограничено. Совершенно ограничено. То есть над головой имеется какой-то купол, как утверждают исследователи, любители этого проекта. И имеется некая, там разные формы показывают, как тарелка там изогнутая, не изогнутая, там какие-то границы у нее имеются у этой земли. Но это для нас не главное. Но для нас главное понять, что в нашем сознании в этом случае имеются границы, совершенно определенные. Определенная граница снизу, определенная граница сверху. Таким образом, мы обеспечены чем? Обеспечены безопасностью в первую очередь. То есть мы здесь, безопасность нам обеспечивается. Здесь мы обеспечиваемся безопасностью. И далее, как если мы обеспечиваемся безопасностью, наше сознание имеет границы. Сознание имеет границы. Если сознание имеет границы у меня, и у вас, и у тех, кто живет на плоской земле, соответственно, мы находимся в безопасном состоянии, мое сознание находится. Я могу в этом сознании что-то развивать, я могу в этом сознании совершенствовать, я могу какие-то семена посеять, там знаний, творческий какой-то потенциал в себе искать. Если мое сознание закрыто, защищено, оно культивируется каким-то, скажем так, ну парник, да, скажем, похожий на парник. И в этом парнике, в таком растении выращиваются культурные творчества, может быть, развитие, созидание какое-то и так далее, коммуникации между людьми, которые находятся в каком-то проекте творческом и так далее. То есть эта схема, эта концепция очень интересная. Далее мы смотрим, что у нас здесь имеется. такое же, такое же большое, большое открытие, что в этом случае у нас отсутствует проблема страха. То есть здесь образуется простое слово «бесстрашие». Ну, страха нет. Страха нет. Все. Страха здесь нет. Страха нет, бесстрашие. То есть такое понятие, как «страх» нет. Нет, нет такой понятия. Здесь у нас имеется, наверное, на круглой земле, такое понятие, как палка и пряник, то есть человека бьют с одной стороны, с другой стороны дают ему морковку и так далее а здесь такого понятия нет здесь люди существуют без страха они не испытывают страха, потому что у них есть некая закрытая система экосистема, которая развивается совершенствуется, создает какой-то творческий продукт и так далее и добивается успеха, богатства материального, духовного, физического личного роста и так далее и что мы здесь наблюдаем интересно есть конечно те факторы, о которых я говорил в прошлом видео об ответственности, о том, что есть обратная связь мира с вами и соответственно здесь определяется определенный диалог диалог, который здесь монолог, ты можешь здесь разговаривать с космосом разговаривать, кричи там в космос ищи там обратную связь с инопланетянами чем очень увлекается там НАСА и другие организации которые некуда деньги девать да ищут они там обратную связь ищут ответ с космоса посылают до сигнала какие-то и так далее как они заявляют здесь тебе не с кем не с кем общаться никаких диалогов нет от мира никакого а здесь диалог у тебя будет безусловно то есть далее мы здесь в этом диалоге мы наблюдаем какое качество интересное здесь качество времени качество времени здесь без 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 здесь на плоской земле время обретает другое состояние здесь нам времени не хватало с силу того, что это все вердится все крутится еще еще ускоряется и времени вам не хватает а здесь время не с избытком время состояние бесконечное здесь здесь время бесконечное интересно, да? и так здесь времени столько много что соответственно в этом таком бесконечном времени у меня с определенными ресурсами я могу достаточно долго биться над решением каких-то творческих изыскательских делать исследования делать и так далее я не заглядываю на время я не смотрю сколько времени я потратил на исследование то есть время то у нас же ресурсы зависит стоимость ресурсов зависит от времени сколько здесь времени люди потратили на добычу тех или иных ресурсов соответственно такая стоимость этих ресурсов будет здесь стоимость ресурсов ниже безусловно ниже потому что время бесконечно люди могут достаточно долго заниматься каким-то процессом и в этом процессе искать там какой-то рациональное интересное зерно которым потом поделиться с людьми добьются успеха творческого финансового личного там и так далее то есть разные аспекты успеха имеется здесь когда вы находитесь на плоской земле и так для того что переселиться с шарообразной земли на плоскую землю нам нужно что сделать в первую очередь в первую очередь понять что данные понятия страха понятие беспокойства у нас искусственное искусственное в связи с тем что мы считаем что пространство бесконечно сегодня мы говорим о том как переселиться на плоскую землю если у вас есть такое желание переселиться на плоскую землю и добиться успеха богатства процветания и признания своих достижений совершенствений развиваться там и так далее то мы делаем что мы закрываем свое сознание мы создаем за границы свое сознание мы закрываем свое сознание первую очередь закрываем свое сознание от стороннего влияния мы создаем себе безопасность безопасность обеспечиваем себе с помощью чего безопасность мы обеспечиваем здесь безопасность обеспечивалась нам с помощью знаний Здесь на глобусе главный критерий понимания, насколько ты будешь безопасно существовать, это сколько у тебя знаний, какими знаниями ты обладаешь. Вот это первое здесь, это критерий знаний. Знания нам необходимы здесь. Знания в первую очередь нас учат каким знанием? Физики, физика. То есть законы физики. То есть здесь законы физики рассказывают нам о законах пространства. И имеются здесь правила. Правила математики. Правила математики обеспечивают нам правильное расходование, эффективное расходование времени, которого здесь не хватает. И таким образом знания физики, знания математики, интерпретированные в различных гуманитарных и так далее науках, мы начинаем их применять здесь на шарообразной земле. Когда мы приходим сюда, здесь знания физики совершенно не имеют значения. И знания математики тем более не имеют значения, потому что здесь время бесконечно. И его нет необходимости его считать, учитывать, бояться, что не успеешь и так далее. Здесь ты все успеешь, все у тебя получится. Тебе только надо общаться с миром, посылать свой запрос в миру, получать ответ, пробовать, пробовать и пробовать. И ты добьешься успеха своего. Здесь время не имеет значения. Поэтому здесь математика не играет никакой роли. Здесь играют роль другие вещи. Эти вещи вам также знакомы, но они не преподаются, конечно, в наших школьных, академических учреждениях. Но тем не менее вы знаете об их существовании. Это такие нравственные, говорят их, моральные правила и законы, традиции. То есть скажем так, нравственные, вот здесь напишем, здесь напишем нравственность. Нравственность такое слово. Здесь сверху присутствует нравственный закон, а снизу, а снизу будете там читать, причитать, нет. Снизу присутствуют моральные правила, ну условно говоря. То есть главное вы должны понять, что законы физики, законы математики на плоской земле не имеют такого значения первостепенного. То есть они имеют значение какой-то узкой специализации, в узкой области, имеют значение. А непосредственно для того, чтобы развиваться, совершенствоваться, добиваться успехом, достигать каких-то своих целей, получать результаты, оно имеет вторичное значение. Законной физики, законной математики и правила математики. А на первое место выходят такие нравственные законы и моральные правила. Вы о их существах не знаете и легко найдете в современных информационных источниках о содержании этих нравственных законов и моральных правилах, которые у вас могут быть свои собственные, могут быть в вашей семье, в вашем роду, в вашем сообществе, в вашем обществе, в вашем гражданском обществе и так далее. И могут быть заимствованы из каких-то источников, когда мы говорим о нравственности и морали. Мы, безусловно, сразу возвращаемся к священным писаниям, к источникам духовного развития, мы говорим. Но эти источники духовного развития непосредственно здесь могут применяться, безусловно. Поэтому, друзья, для того, чтобы нам с вами переселиться или создать, скажем, ну, некой-то портал такой, да, чтобы создать такой портал между глобусом, да, между шарообразной землей и плоским миром земли, и нам необходимо учитывать два состояния – физические законы материального пространства на шарообразной земле и правила математического исчисления времени, да, и в то же время мы при переселении туда-сюда, мы должны понимать, что надо принимать во внимание нравственные и моральные законные правила, которые непосредственным образом будут влиять на нашу способность, соответственно, иметь обратную связь с миром, вступать с ним в диалог и так далее. То есть мир не учитывает никакие законы физические, да, ему совершенно все равно, понимаете. То есть физические законы влияют на мое тело, а миру-то абсолютно по барабану законы физики и исчисляемая математика. Поэтому мне общаться с миром необходимо с помощью нравственных и моральных законов и правил, которые нам широко известны. Это и качество человека, взаимодействие с человеком, общение, ну и так далее. Я не буду в эту тему углубляться. Главное, этот принцип нам должен был понятен. Я вас, друзья, не агитирую, конечно, переселяться на плоскую землю, да, но тем не менее я прошу вас иметь в виду, что такая тема, она тема концепционная, концепция плоской земли существует, мы можем ее развивать, мы можем применять ее в своей жизни, создать в своем сознании образ плоской земли, образ закрытого сознания и закрытое сознание с помощью нравственных и моральных законов и правил. Эта тема очень большая, серьезная. Серьезная, там для того, чтобы создавать эти границы, нам придется заниматься такой темой, как осознание и самосознание, развитие этих двух состояний. Эти состояния необходимы для достижения успеха, для достижения, как мы говорят, это богатства. Но это богатство видно вот здесь, вот в таком состоянии богатства финансового там и так далее, независимости или свободы финансовой, да, о которой мы будем говорить еще в следующих видеороликах. Поэтому, друзья, я не агитирую вас, как говорится, переселяться на плоскую землю, но если вы так задумаетесь, эту тему всерьез рассмотрите, то вы много-много плюсов для себя здесь найдете. Поэтому, друзья, всех вам благ, счастья, здоровья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ну, что-то там, как положено, на ютубе делайте. Пока-пока. С вами был Виталий. До новых видео. Пока. С вами был Виталий.